Вчера был дождь, никуда не ездили. Да, пришлось целый день дома сидеть. А сегодня какое солнце. С утра. Так что сейчас едем за... Куда? Едем млечник камфорный снимать в кои-то веки вырос. Поплавок серый никогда здесь не бывало. Ну и чего? Бог пошлет. Да надо бы и смородину проведать, как там она черная. Ну понятно, хорошо. Поедем. Вот приехали в лес, на новое место. Прямо на дороге попала семейка Милана-Лиук, Примоножковых. Ну, какие они смачные, большие. Но мы их брать не будем. Фильм у нас про них есть. Да. Красивые, да? Красивые. Вон пришлось... Милана-Лиука. Не сумел объехать. Раздавил чуть-чуть. Ну, он зато их сколько стоит. Да. В лесу рябины. Все. В этом году... Будем рябину собирать. В этом году урожай. Да. Несмотря на дожди. Ну, ладно, все. Идем в грибные места. А это особенность лета семнадцатого года. Вот такие вот деревья. Наклоненные. Сломанные. Это последствия ледяного дождя в декабре шестнадцатого. Был такое очень суровое время. И тогда навалило гигантское количество деревьев. И вот в этом году все дороги завалены деревьями. Или вот встречаются вот такие вот наклоненные. Как потерявшие тургор. Или как он называется. Листва на них уже пожухлые. Так что у природы свои. Катаклизь быстро встречается. В этом году вообще все залито. Тут всегда было чисто. Спокойно. Мы сюда чуть ли не на машине доезжали. Ну вот опять сапог потеряла. Да что ж такое-то. Надо было маленькие надеть. Надо было пряменько кидать и все. Вот аккуратненько. Аж течет вода. Да. Еще один желчный. На высоком пне. И вот прям сверху примастился. Ну все, он уже поджил. Ну вот и грибница-то. Где? Хоу. Да. Ну ладно. Вот еще одна загадка леса. В глухой чаще. Крупная рыбья чешуя. Откуда рыба попала? А это оказывается скопа. Ловит рыбу. И чтобы ее никто не мешал. Там чайки особенно ее домогают. Вот. Она относит где-то за два, за три километра в лес. И здесь поедает свою добычу. Там опять возвращается. Так что вот можно и в чаще леса найти рыбью чешую. Это очередная семейка млечников обыкновенных. Они как под елочками прячутся. Оу! Вот. крупненькая такая. Кать, хочешь? Еще одна семейка сыроежки пищевой. Фильм про нее уже у нас есть. Ну, какие. Крупные, крепкие. Хорошенькая. Несколько штук. Тут вообще гнездышко такое. Шикарненькое. Замечательно. Смотри, здесь вот не встречалась, да? Кого? Этой, вот в этом лесу. Эта сыроежка не встречалась. Почему? Мы ее здесь и снимали. Несколько штук было. Да. А вот тоже необычный грибочек. Такой с очень таким странным цветом. Это колоцера клейкая. Ну, как бы считается тоже съедобным. Но что-то на вкус я вот ее сейчас погрыз. что-то не очень. Фонтанчик. Или костерчик. вот такая лесная жизнь. Лося съели и только косточки обглоданные остались. не знаю этот или этого лося в прошлом году видели убитого вот здесь вот. Медведь задрал. Вот. Но мы не стали уже быстренько вернулись домой. Все. Съедено. Объедено. Так. А что это там у нас краснеет? Ну, это серушки. Так. А это у нас подосиновичек. Ай, какой красавец. красавец. Тогда под дождем два дня назад тоже нарвали. Заснять не мог, потому что жалко было камер. Нажарили целую сковородку. И с таким удовольствием это замечательно. ну, это как классический гриб русской традиции. ножка. Ну, или как красноголовик. желто-бурый. Лекцинум версипелли. Хорошо. Все. Сейчас пойдет в корзинку. Лес у нас еловый с березами. Вперемешку елки, березы. Внизу листья, иголки. Вот такой вот. Почему-то вот в елках то сейчас больше всего. грибов находятся. Ну, и эти серошечки. Или грусть сизой. О, какие красивые красавцы. А вот и семейка млечника обыкновенного. Или lactarius trivialis. Сейчас растут потихонечку. Немного так, но встречаются, если походить. Гриб идет исключительно на засолку. Вот. И он еще называется грусть сизой. Ну, действительно сизой. вот такие вот цвета. Шляпки блестящий такой. Очень хороший знак. Значит, надо идти собирать. пластинки. Такие пластинки. Внутри дырочка и млечный сок на срезе выделяется. То есть такой млечник. Типичный гриб для засолки. Ну, в наших краях. Очень ценится. Так что хороший знак. Заросли прекрасно. А вот еще один инопланетянин. Смотрите, какой шарик красивый. Это мухомор серо-розовый в младенчестве. Даже нельзя назвать это юностью, потому что он тут маленький такой красивенький. Вот так он выглядит. Но уже как у настоящего. Все. Видите, немножечко вот розовеет. Это слизни, наверное, объедают. Ну, возьмем, будем есть. Это у нас рогатик инвала. Рогатик инвала. Вот он так вот выглядит. Малоизвестный съедобный гриф. Видите, как он? У него ножка есть. И вот такие... Да, немножечко. Недаром его называют еще некоторые рогатики оленями рожками. Ну, в самом деле они какие-то ветвистые, рогатые. Вот такое там. Вот. такое, как ветвистое деревце. Да. Вот вышли на более высокое место. Так, что тут у нас? Вот тут у нас беленький. Вот еще молоденький. Да, вполне. шляпка смотрите неправильной формы. Видать, у парня судьба складывается не очень хорошо. Ну, вполне. Для жиркова пойдет. Хорошо. зажали, зашли в дебри. И вон что-то там под елочкой краснеет, желтеет. Так, водосиновик. все изобраться с нами. О, какой. Это водосиновик желто-бурый. Ну, Ну, более такой. Ну, надо будет насколько хорош. красавица. Надо будет сейчас посмотреть здесь поблизости его друзей. Обычно они такие дружелюбные, поодиночке не растут. Вот. Хорошо. Что? Паутинник браслетчатый. Вот. или картинариус армилярия. Тут есть грибы разного возраста. Вот совсем маленькие и очень большие. И крупные. Да, да, да. Вот. Гриб довольно-таки распространенный. Ну, у нас его бывает очень много. Наверное, потому еще, что никто их не берет. Да, их никогда никто не берет. Почему он браслетчатый? Да. Вот, видите, на ножке всегда есть хотя бы один, а то и два, а то и три браслета. Красно-кирпичные вот цветы. Шляпка часто вводит заблуждение, потому что так думаешь, о, подосиновик, или о, какой-то белый иногда цвет такой. а потом подходишь. А это нет, это паутинник. Вот, смотрите, тут еще сохранились остатки паутины. И они прикрывают эти остатки пластинки. Характерная особенность всех паутинников пластинки глинистого цвета. А давай-ка молоденькие посмотрим. молоденькие как шарики. Старенькие и молоденькие. Вот. Ага. Вот здесь хорошо видно, как, во-первых, паутина закрывает пластинки, во-вторых, браслеты эти. Да-да-да. Он потому и называется браслетчатый. Иногда он называется еще приболотный браслетчатый. О! У молодых так вообще ножка красокрапинка. Мариновать вот такие. Да. Ну, Такие-то. Ну, я в восторг не пришла, поэтому что-то как-то хотели именно вот такого красно-кирпичного цвета. С чем можно спутать? Есть другие паутинники. Вот. Я не знаю съедобные или несъедобные, потому что противоречивые сведения в литературе. Ну, вообще с паутинниками надо быть крайне паутинниками. Да, но у них нет вот этого вот поясочка такого врослета на ножке. Они очень похожи и растут в похожих местах. Ну, я их не пробовала. А вот эти, да, ела. Ну, теперь не собираю. Грибов хватает других разных, а смысла нет. Зачем подвергать себя лишний? Так они не особо вкусные. Млечник вот такой вот. Это? Это млечник камфорный или Лактариус камфоратус. Лактариус камфоратус. Вот он вот так выглядит. Натральным пупырем. Пупырышек в центре бывает довольно часто. Не всегда, но довольно часто. Вот. Пупырышек. Молодые грибочки, я даже не знаю, как сказать, красно-коричневые, наверное, да? Красно-коричневые. постепенно они становятся все более темными. Хорошо, давай посмотрим на пластинки. Теперь посмотрим на пластинки. О! Вот они такие темные. Они даже темнее, чем окраска шляпки. Они очень даже пурпурно-лиловые, даже, я бы сказала. Как это цвет определить нетрудно сказать. солнышко. Вот он. На солнышке. Красивый грибочек. Все у него хорошо. Здесь лактариус и сразу молоко появилось. Молоко появилось. Вот оно. Потому что это лактариусы на самом деле. То есть выделяющие молоко в млечнике. Даже маленький грибочек, он уже такой распростертый. Вот такой он. Грибочек с красными, ну не с красными, а с такими, с темными пластинками, с белым ярким соком, но без горечи, которые можно жарить сразу. Ну, по мнению Федорова. собираем лисички. Ну, как собираем? Режем. Пришли на огород и режем. Вот приехали за вишней, но в этом году даже листьев на вишне нет. не говоришь о ягодах. Ну, зато рябина. А, какие ветки. Вот это рябина. Ну, что, будем рябину варить. Да, очень хорош. Это сейчас я попробовал. Это вот какой-то культурный сок. Да, мне кажется, что-то в деревне осталось. Ну, что там? Одна ягодка. Да. Смородина. Да. Что-то в этом году и смородины нет. Ну, только что дождь и время. А у меня есть. Есть? Да. Ну, вроде. Ну, чуть-чуть есть, короче. Чуть-чуть. Угу. Малины нет. Ого. Ни малины, ни вишни, ни смородины. Ладно. Будем надеяться на рябину. Если дрозды раньше нас не склюют. Вернулись из леса. Немножко походили, посмотрели на огороды. лисичек нарезали. И еще сегодня вон. Вот. Так вот. Но, тем не менее, смотри. Да. Насобирали? Насобирали. Это мы дома. Ну, ладно. Хорошо. Нам Леший дал две большие корзины грибов. Лисички, сырой пешки, подосиновики, серухи, серухи есть. И еще нарвали мухоморов. Серорозовых. Серорозовых. И постараемся их сегодня пожарить. Ну, все. И попробовать. Субтитры ancora попали. Корректор Лешев Субтитры П